Детский сад на 240 мест в городе Цивильск построили за рекордно короткий срок – полгода. В просторном трехэтажном здании помимо стандартных групп музыкального спортивного залов оборудованы агролаборатория, столярная мастерская, лего и мультистудия. Есть свой музей родного края. Экспозиция весьма наглядная, экспонаты можно трогать руками. Это проект, который реализуется по программе демографии, по программе образования. Чем он отличается? Принципиальное отличие в том, что предусмотрены все моменты для детей с ограниченными возможностями. Мы видим уже с вами пандусы, видим тактильные плиты. В этом детском саду есть бассейн, в отличие от тех детских садов, которые были до этого построены на подступе. Современные, хорошие, современные системы очистки. Единственный в республике детский сад, где есть мультстудия, мультимедийная студия, то есть детки будут делать мультфильмы. Открытие объекта готовим на 20 июня уже. Несмотря на то, что в Цивильске два года назад открыли новую школу, окончательно проблему не решили. Средняя школа номер два настолько перегружена, что работает в две смены. Кабинеты маленькие, коридоры узкие. Обедают дети по строгому графику. Понятно, нужно начальную школу переводить в другое здание, в новое, пристроенное, как самостоятельный объект. Директор школы Татьяна Кузьмина предлагает построить дополнительный корпус к имеющемуся зданию. Место на территории образовательного учреждения есть. Проекты в стадии разработки. Тогда в этом микрорайоне, где располагается и частный сектор, и многоэтажки, мест для учеников будет достаточно. Поступило и еще одно предложение. А может построить еще одну новую школу в центре. Есть бывшая первая школа, и мы, в принципе, предложили бы вот это аварийное здание снести и построить там новую школу, чтобы затянуть обратно Цивильск, чтобы он не распластывался, а затянуть в исторический центр. И, в принципе, это была вот... Школа или самая только начальщая? Именно школа. Именно школа. Полностью новую школу. Олег Николаев поручил рассмотреть все имеющиеся предложения, отдав приоритет пока новому корпусу школы номер два. Не снимая вашего предложения, с точки зрения развития в целом города, Сергей Филос-Матреев, архитектурный облик и, обсудив с архитекторами, выработать концептуальный подход к застройке. Вы даже посмотрели вперед на пять лет вообще, что вы хотите увидеть здесь, какие объекты, где они будут располагаться, исходя из Какасии, из того перспективного плана, где какие микрорайоны вы планируете заложить и соответствующим образом реализовать проекты по их застройке в том числе. Поэтому вот так давайте на ситуацию смотреть. А со школой давайте будем двигаться. В любом случае здесь надо при четвертном порядке рассмотреть, проект сделать и попытаться на следующий год уже включить этот проект в реализацию. В Чебоксарах на финишную прямую выходит строительство самой большой школы в Приволжском федеральном округе на 1600 мест. Сейчас в образовательном учреждении в новом городе идут отделочные работы. Обустраиваются два бассейна, огромный спортзал. Здесь планируют открыть классы самбо. Актовый зал на 600 детей. Закоплено почти 50% необходимой мебели и оборудования. На территории строится футбольное поле с искусственным покрытием. Помимо того, что это образовательное учреждение, это еще и такой очень серьезный многофункциональный центр развития детей. В этой школе планируется реализовывать инклюзивный метод образовательного процесса. И, очевидно, дети, которые имеют ограниченные возможности, здесь тоже могут себя реализовать совершенно в различных направлениях. Работы идут в плановом режиме, подчеркнул Олег Николаев. К первому сентября школа откроет двери. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Трофимова, Игорь Зверев, Республика.